Субтитры делал DimaTorzok 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 Мы надеемся, что вы все проснулись. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте, мои дорогие телезрители. Сегодня с вами мы будем готовить сложный омлет. Для этого нам понадобятся грибы, ветчина, сыр, молоко и специи. Так, начнем приготовить. Нам нужно 2 яйца. А будет взять? Так, начинаем взбивать. Добавляем немного специй, перец и соль. И взбиваем. Теперь добавляем молоко. Вот мы взбили. Теперь мы подготавливаем продукты. Берем грибы, нарезаем. Так, нарезаем ветчину. И теперь мы это все обжариваем. Так, у нас приготовился омлет. Теперь мы начинаем укладывать ингредиенты. Берем сыр. И укладываем в жареные овощи, грибы и ветчину. Так, и теперь аккуратно заворачиваем. Не сломается. И режем пополам. И вот получился у нас аппетитный омлет. Приятного аппетита. До скорых встреч. Восход солнца. Знаешь, в последнее время возникла такая мечта увидеть красивый, завораживающий восход солнца. Ну, Айгуль, это мечта вполне реальная, и ты ее можешь осуществить. Достаточно просто посетить Индонезию. Помимо того, что там потрясающий восход солнца, там еще райские пляжи. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня с вами эксперт по туризму Купешева Назгуль. С вами сегодня мы поговорим об экзотичной такой стране, как Индонезия. Индонезия расположена недалеко от экватора. Рисовые поля, кокосовые пальмы, тропические садовые культуры – все это Индонезия. Индонезия – это государство в Юго-Восточной Азии, расположено между Индийским и Тихим океаном. Столица Индонезии – это Джакарта, находится на острове Ява. Эта страна богата культурно-историческим наследием, красочными церемониями и фестивалями разнообразных искусств и ремесел. Обычно Индонезию называют страной тысячи островов. Желаю подчеркнуть, что это крупнейшее в мире островное государство. Это цепь великолепных островов, расположена на самой границе двух великих океанов – Тихого и Индийского. Земля и вода, дымящиеся вулканы и непроходимые джунгли, рисовые террасы, чайные плантации, древние храмы и дворцы, смешанные языков и цивилизаций. Вот что такое Индонезия в глазах туриста. Индонезия – одно из самых популярных туристических направлений. Индонезия – одно из самых популярных туристических направлений, ведь отдыхать здесь можно круглый год. Каждый остров архипелага по-своему уникален, но практически везде поражают красивые горные ландшафты, вулканы, влажные тропические леса с пышной растительностью и разнообразным животным миром. И, конечно же, песчаные пляжи и всегда теплая вода. Для граждан Республики Казахстан с июня 2015 года в Индонезии введен безвизовый режим на срок до 30 дней с туристическими целями. Поэтому добро пожаловать в Индонезию. С вами была эксперт по туризму Купешева Назбуль. До скорой встречи. Так уже хочется, чтобы лето побыстрее ворвалось в нашу жизнь. Да, на самом деле погода в последнее время нас не балует, но все-таки можно побаловать себя и окунуться в атмосферу лета, изготовив милые летние аксессуары для дома. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Индонезию. Добро пожаловать в Индонезию. Добро пожаловать в Индонезию. Айгуль, скажи мне, ты заметила, что молодежь в нашем городе в последнее время стала какая-то активная, все больше проводят акции, каких-то флешмобов? Да, на самом деле это так, я с тобой соглашусь. И буквально на днях у нас в городе Уральск во всех колледжах Западно-Казахстанской области прошел очень интересный флешмоб. Но более подробнее смотрите в следующем сюжете. Буквально на днях в одно и то же время во всех колледжах Западно-Казахстанской области прошел флешмоб под названием «Начни с себя». Сегодня в рамках проекта «Начни с себя» в нашем Западно-Казахстанском индустриальном колледже проводится акция, флешмоб на эту тему. Цель которой является профилактика правонарушений. Главная цель, конечно, воспитать будущих специалистов, дать образование, чтобы они были высокоменталитетными, образованными и, конечно, знали свои права. В направлении профилактики в течение года проводилось очень много мероприятий, заняли призовые места среди всех колледжей. Именно в патриотическом направлении недавно студенты наших колледжей заняли первое место. Сегодня в течение недели проводились военно-полевые сборы. Цель данного городского мероприятия – это формирование в обществе нетерпимости к беспорядкам и мелким правонарушениям. Сегодня ровно в 10 часов утра во всех учреждениях технического и профессионального образования проводится акция в рамках «Ночни себя» по превращению мелких правонарушений и правовой культуры среди студентов колледжей. Сегодня в Западно-Казахстанском индустриальном колледже проводится флешмоб. И надеемся, что данное мероприятие повлияет на сознание подростков и будет меньше количества мелких правонарушений. В наше время было очень много подвижных игр. Мы играли в догонялки, в прятки, в зорницу, в войнушки, даже в осыкоту. Да, на самом деле в наше детство, в наше время было очень много интересных игр. И ко всему прочему мы больше проводили времени на свежем воздухе. Ну а сейчас дети проводят время за компьютерными играми. Казахская народная игра осыкоту – одна из древнейших игр кочевников, самая увлекательная игра детства. Основная суть игры такова – в ряд ставятся осыки. Задача сводится к тому, чтобы с определенного расстояния своим осыком выбить из ряда один или несколько осыков, которые становятся добычей игроков их сбившего. У каждого игрока есть осы, которым он пользуется для выбивания кона. Он называется сока. Обычно для него выбирается самый крупный, соответственно, самый тяжелый осок из имеющихся в коллекции. Для большого утяжеления в осах заливают свинец и обматывают медной или алюминиевой проволокой. Уверенная игра собственной сахой дает большое преимущество. Игра ведется в основном на земле или на асфальте, однако от этого быстро изнашивается саха. Впрочем, сама игра теряет свой первозданный вид. Очередь броса не определяется следующим образом. Сахи игроков собирались в руку одного из игроков и выбрасывались на поверхность вроде игральных костей. Каждый осок может принять четыре основных положения. Бок – выпуклая поверхность осыка, третья по значимости при выборе очереди броска. Шек – поверхность осыка с углублением последней по значимости. Алше – меньшая грань осыка с углублением первой по значимости. Таба – плоская грань осыка, вторая по значимости. Если выпадают несколько айкуров, то право первого броска разыгрывается между ними. Также есть такое понятие, как табан. Это расстояние, равное длине стопы бьющего игрока. В случае выбивания асыка из кона, расстояние между выбитым асыком и четвертой кона должно превышать три табана. Причем за единицу измерения берется именно стопа выбившего игрока. Тем самым соблюдается принцип справедливости. Каждый игрок имеет индивидуальный стиль стойки и броска. Кто-то предпочитает перед броском постукивать другой асык в незанятой при броске руке. Кто-то совершает крученный бросок, кто-то сильно наклоняется назад, кто-то вперед. Асакату популярное занятие детей кочевников выявляло. В игроках такие качества, как лидерство, зоркость, смелость, взаимовыручку, точность, хладнокровие, впрочем, как и любой вид спорта. Сегодня в это прекрасное утро у нас в гостях в студии очаровательная Руфина Русланова. Доброе утро. Доброе утро. Руфина, расскажи, пожалуйста, каким именно творчеством ты занимаешься? Ну, так как я подросток, я пишу стихи, занимаюсь и увлекаюсь гитарой, играю на гитаре. Также участвую в различных конкурсах, часто по русскому языку, увлекаюсь творчеством, в основном русской литературой. Ну и во всех кружках, которые имеются в нашей школе. Руфина, расскажи тогда нам, принимала ли ты участие в каких-нибудь конкурсах? Вот поподробнее о них расскажи, какие награды ты получала? Да, вот в основном конкурсы, знаете, вот я люблю очень сильно русскую литературу, поэзию и часто стараюсь каждый год, когда в нашем городе проходит, в основном, есть музей Старый Уральск, и там частенько проходят, допустим, есенинские чтения, стараюсь там участвовать. В основном, вот, есенинские чтения, бывает иногда Ахматова, но в последнее время я не успела, только вот есенинских чтений заняла недавно первое место. А в школе у нас есть кружок робототехники, как я говорила, и там бывает часто, мы устраиваем областные, уже даже иногда выходят республиканские конкурсы по робототехнике. И недавно, вот, только 17-го числа я заняла третье место по категории СУМО, в общем, если вкратце рассказать об этом, то в категории СУМО, в общем, это как драка роботов, то есть все дети, независимо от возраста, в нашей школе собирают роботов, готовят их к конкурсу на областной уровень, то есть робот должен соответствовать определенным критериям, и уже проводится сам конкурс, вот он областной проходил, и я заняла третье место. — Руфина, мы еще знаем, что ты поешь. Расскажи нам, как давно ты занимаешься вокалом? — Когда-то где-то в классе в втором я ходила, когда жила в Оксайе, я ходила в музыкальную школу, там я проходила всего лишь год, потом как-то по учебе я забросила, так как было сложно совмещать музыкальную школу и школу. Было очень сложно совмещать, но тем не менее не забросила, потом так получилось, что мне было интереснее заниматься самой, нежели ходить в школу музыкальную. И как-то стало, мама мне на 14 лет купила гитару, я очень давно просила, а до этого я играла на думбре, и мне как-то интересно стало, я начала сама. Есть же интернет, и можно посмотреть с помощью интернета какие-то ноты, заниматься уроками и совмещать все это дело. — И все-таки, Руфина, мы, наверное, раскроем небольшой секрет нашим дорогим телезрителям, что ты сочинила стих, даже песню про библиотеку имени Горького. Спой нам, пожалуйста, данную песню. — Хотелось бы отметить, что я живу в районе завода «Зенита», в районе третьей школы, где находится сама эта библиотека имени Горького. И недавно был конкурс, проходил Всемирный день чтения книг, и с помощью этого конкурса я как бы сочинила стих, небольшую песню про эту библиотеку, именно про эту библиотеку. Если мечтаешь найти чудеса, в сказку попасть ненароком, вовсе не надо бродить по лесам и колесить по дорогам. Как много книг интересных бывает, и мы стремимся все их прочитать, как друга лучшего. Книгу встречаем и рады тайны, и открывать мы с книгой вместе по жизни шагаем, она наш верный союзник и друг. Любимых книг мы страницы листаем, не представляем без них свой досуг. Есть по соседству библиотека, в ней лекарства, словно в аптеке. От коварства, глупости и лени лечат книги без промедлений. Есть по соседству библиотека, в ней все средства для человека. Библиотека, чтобы умным стать и великим, пусть всегда да здравствуют книги. В залах рядами стоят стеллажи, тысячи книжек на полках. Каждый здесь что-то найдет для души, лишь заглянув ненадолго. Мир приключений, царство идей, знаний, источник и смеха. И для детей, и для взрослых людей все это. Библиотека. Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку. Протяните к знаниям руку. Выбирайте книгу подруга. Есть по соседству библиотека, в ней лекарства, словно в аптеке. От коварства, глупости и лени лечат книги без промедлений. Есть по соседству библиотека, в ней все средства для человека. Чтобы умным стать и великим, пусть всегда да здравствуют книги. Замечательная действительно песня. Прямо скажу, мотивирует, прям хочется взять и побежать быстро в библиотеку, почитать книгу. На самом деле, замечательная песня. Руфина, ответь нам, пожалуйста, какая у тебя любимая книга? Любимая книга? Я очень-очень сильно люблю читать все, что связано с Серебряным веком русской литературы в основном. А из зарубежной литературы что-нибудь из Оскара Уайлда. Или вот очень есть книга «Портрет Дариана Грея» тоже очень сильно люблю. Бывает, есть одна писательница, она пишет подростковую литературу, ее зовут Эстейс Крамер. У нее есть много книг, и одна из которых я прочитала вот недавно, мне ее подарили. И она мне очень понравилась, называется «Мы со стекшим сроком годности». Но она тоже мотивирует очень сильно подростков, не дает отчаяться в жизни и показывает, как правильно все это. То есть все такие вещи, которые в жизни не говорят родители или что-то ты хочешь понять в жизни, это все берется из книги, поэтому книгу надо читать. Слушай, ну, Руфина, у тебя, наверное, как у любого другого человека есть мечта. Поделись с нами. Ну, в будущем я очень сильно хочу, так как занимаюсь творчеством, увлекаюсь этим очень сильно, хотелось бы в будущем быть журналистом. Или что-то вот связанное с этой профессией, потому что говорить все-таки, вот писать, заниматься творчеством – это самое любимое. И, как говорил Достоевский, все-таки самое лучшее – это превратить хобби в профессию. Поэтому было бы хорошо, если бы это осуществилось. Слушай, здорово. Возможно, в скором будущем в нашем полку прибудет. Да, на самом деле, золотые слова, Руфина. И по традиции, твои пожелания нашим дорогим телезрителям. Хотелось бы пожелать каждому, кто проснулся в это солнечное утро, счастливого дня, удачных новых достижений, никогда не бояться что-либо делать. Потому что небольшой толчок к какому-либо делу, абсолютно к хобби, к каким-то вещам подталкивает и все равно приводит к каким-то большим достижениям. Поэтому не надо бояться ничего делать. И даже этим утром надо всегда улыбаться и не отчаиваться. Ну что ж, Руфина, спасибо тебе за такие теплые пожелания в адрес наших дорогих телезрителей. Тебе мы тоже желаем всего самого наилучшего, успехов тебе и в учебе, и в твоих творческих начинаниях. И приходи к нам еще раз в гости, чтобы поделиться своими успехами. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, а вот на этом наша передача подошла к концу. Ну а мы напоминаем, что каждый может принять участие в гостевом сюжете. Пишите, оставляйте свои заявки на нашем сайте ТДК-42. Доброго и позитивного вам дня. До скорых встреч. ОВИН. Возможно возникновение идей относительно деловых дерзаний и кооперативных финансовых предприятий. Особенно если они связаны с искусством или предметами роскоши. ТЕЛЕЦ. Сегодня утром появится интерес к духовному самосовершенствованию и более позитивный взгляд на жизнь. Прекрасная интуиция поможет в изучении передовых научных предметов. БЛИЗНЕЦЫ. Гармония в семье и любви. Взросшие жизненные силы поднимут ваше настроение. Прекрасное время для решения финансовых вопросов. РАК. Хорошее утро для физической работы или занятий атлетикой. Благоприятный для корпоративного бизнеса, объединенных финансов, налогов и наследствам. ЛЕВ. В семейных и романтических отношениях избегайте огорчений и обид. Поберегите свое здоровье, так как возможны проблемы с желудком. ДЕВА. Сегодня утром держитесь реализма, так как вы, вероятно, испытаете время самообмана во взаимоотношениях с возлюбленным. ВЕСЫ. Личная инициатива в семейных делах, возможно, вызовет неприятные споры и разногласия. Плохой день для решения финансовых вопросов. СКОРПИОН. Возможен недостаток дисциплины в делах. Сегодня утром старайтесь быть осторожными и внимательными, так как появление нереалистического мышления, непрактичных занятий, умственной легкости и отсутствие внимания к деталям. СТРЕЛЕЦ. Гармония в семейных отношениях и с возлюбленными принесут сегодня утром вам радость. Однако все-таки следует быть осторожными и не пытаться переделывать мнения других людей. КОЗИРОК. С утра возросшие инициативы в семейных делах вызовут эмоциональные проблемы. Может возникнуть нужда в обновлении дома, вызывая нарушения нормальных домашних дел. ВОДОЛЕЙ. Время благоприятное для личных денежных спекуляций. Хорошее время для обращения к влиятельным лицам за поддержкой. РЫБА. Избегайте с утра попыток насилия и навязчивого сотрудничества в делах. В бизнесе следует опасаться вовлечения и опасно нелегальную деятельность. РЫБА. 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 РЫБА.